Брат пьет. Как ему помочь? Бросить пить. Смотрите. Первая стадия. Молимся, создаем в сердце веру, что все будет хорошо у брата. Это значит, что водоемчик уже достаточно наполнил, чтобы брату помочь. Вторая стадия. Молимся и устанавливаем контакт с братом. Уже можно с ним общаться на эти темы. Вот сейчас, допустим, продиагносирует себя. Сейчас я могу брату сказать, брось пить. Могу или нет? Если не могу сказать, у меня язык не поворачивается, значит, контакта нет. Значит, молитвы недостаточно было. Если вы начинаете эту молитву, постепенно придет время, и вы легко ему сможете сказать, брось пить. Это значит, что вашей силы уже достаточно, чтобы влиять на эту ситуацию. А потом третья стадия. У него проснется совесть, и он будет говорить, «Я не могу бросить пить, но мне не хочется это делать». И это значит, что ваша победа уже недалека. Это первая стадия бросать пить. В это время можно ему дать лекции Жданова. Он начнет их слушать, и еще сильнее на него воздействие будет. Жданов – это человек, у которого есть силы, чтобы люди бросали пить. Он полномоченный здесь, в России, это делать. Да, люди его лекции слушают, они бросают пить. У него такая слеза. Поэтому отец Тихон, духовник Путина, он благословил его на этот проект «Общее дело». Живем с мужчиной почти год. Он хочет жениться на мне, а я боюсь. Потому что за все время отношений он был безответственным. И часто доходило до расставания. Боюсь, что после жениха ничего не изменится. Сто процентов ничего не изменится. А он не работает, не думает о будущем, только обвиняет меня во всем, что делать. Идти дальше, до конца все терпеть или разойтись. Вы не можете разойтись. Когда люди год вместе живут, они уже расписались. Роспись не в документах же происходит, а в отношениях. Люди год прожили вместе, все уже муж и жена. Надо понять, что такова судьба ваша значит. Надо знать, что вот такой объем работы надо мужчину вдохновлять. Надо понять, что у мужчины такая природа. Вот мужчина или лежит на печке, или идет на войну. Он не может просто пойти и поработать. Нужны основания, понимаете, серьезные. Некоторые мужчины уже пошли на войну и всю жизнь сражаются. А некоторые еще лежат на печке. И это нормально. Вот вам достался, который лежит на печке. Что делать? Где вот эта женщина? Давайте будем сейчас подумать, что делать. Не пришла на лицо. Вчера, наверное, вопрос задал. Ну хорошо, мы без нее ответили на вопрос, что делать. Смотрите. Женщина, она по природе имеет очень активное и ответственное сердце, что касается личной жизни. Она легка на подъем, и она думает, что у мужчины так же должно быть. Ничего подобного. У мужчины все наоборот. И у мужчины, поэтому, у него вот это вот желание что-то делать, куда-то идти, действовать, оно является очень тяжелым на подъем и очень трудно опускаемым. Если мужчина завелся, его уже не остановится. Некоторая другая проблема, что мужчина с своими днями на работе дома нет. Так? Так? У кого такая проблема? Вот значит, он уже завелся, не может остановиться. Это мужская природа. Или мужчина не может подняться и не может остановиться одной из двух. Это нормально. У женщины все наоборот. Она всегда в этих вопросах презвая. И это нормально. Так происходит гармония между мужчиной и женщиной. Вот. Что делать в этой ситуации? Ну, все очень просто. Вот просто, кристально просто. И вы поймите, что причина, почему вы не можете это сделать, просто в слабости и нежелательнее воспитывать близкого человека. А воспитывать близкого человека — это и есть энергия любви более высокого плана. Вот люди, которые не имеют любви, они живут вот всю пустю друг с другом. А люди, у которых больше любви, они могут честное слово сказать и могут даже поступок совершить, который напряжет близкого человека. Из любви они это делают. Понимаете, в древней культуре было очень много строгостей. У нас сейчас строгости нет, потому что мы все бездушные. Строгость — это проявление любви к близкому человеку. Вот что должна сделать женщина, который муж не работает? Элементарная вещь, совершенно элементарная. Перестать работать самой. Вечно печку рядом. И запланировать пост на неделю. Женщине очень хорошо поголодать иногда. Покоститься, ничего не кушать. Дальше что будет? Первая стадия — мат. Будет ходить материться по квартире. Блин, только одна зарплата была и той нет. Что за дуру встретил? Вторая стадия — начнет чесать реку ходить по квартире. И убеждать, подлизываться, убеждать, чтобы пошла на работу. Третья стадия — пойдет работать, куда Бог дал. Чтобы деньги были. Вот и все. Все же элементарно. А если ребенок? Если ребенок, то вам надо с подружками договориться, что вы будете к ним кушать ходить. Можете даже там депозит оставить, там продукты покупать, кушать. У подружек. Да, у подружки с удовольствием на это откликнутся. У женщин коллективное мышление. Одного мужика в пятером, с пятерых подружками, бараний в рот свернуть не проблема. Женщины раньше так и воспитывали в древней культуре мужчин оптом. Они с хопом на него влияли, и у него шансов не уставали. Представьте, если одна женщина тебе что-то объясняет, даже не слушая, если пять сразу. Шансов нет. Мужчин — индивидуальное сообразование, у женщин — коллективное. Вот представьте, что ваш мужик будет ходить, подъедать друзьям, когда будет период, ледниковый период у вас в семье начнется. Но шансов же нет ему подъедать друзей, да? Ну как он пойдет, ему стыдно будет? Он скажет, а что ты приходишь ко мне? У меня что-то нет денег, работы нет. Ну иди и работай, что, какие проблемы? Ему скажешь другу, все. Что ты ко мне жрать приходишь каждый день? У меня своих тут хватает, аглоедов. А женщина, когда приходит в гости, скажет, у меня тут такая ситуация, мужа воспитываю, у нас сейчас покушать нечего, давай я у тебя буду кушать неделю, вот у меня денежки есть, буду сама покупать, готовить. Она скажет, да, я тебя сама могу кормить, ничего страшного. И она будет подклевала, ребенку много надо, чуть подклевал, женщина чуть подклевала, и пошли. А мужику надо жрать! А жрать негде! И на этом печка заканчивается, понимаете? Репу почесал, пошел работать. Где работать? А где Бог дал? И это означает, так должен жить мужчина. Все. Должен работать там, где Бог дал. И что проблема? Почему женщина не может доставить мужчину работать? В чем дело? А если на еду хватает, денег, все равно не работает. На еду хватает? Ну, сделай так, чтобы не хватало. А? На еду у него есть деньги. Ну, пусть ест, не работайте, и все. Откуда у него есть деньги на еду? Ну, в аренду сдают квартиру. Ну, значит, он разумный, значит, он работает так, сдают в аренду квартиру. Ну, такая работа. Только на еду хватает. Так, такая ситуация, да, у вас? Ну, и не чешется больше, да? Ну, и не работайте все равно. Пускай только на еду хватает. Ну, я уже три года там не работаю. И что, все равно не чешется? Ему нормально? Так он у вас святой получает. Ему, то есть, ничего не надо в жизни вообще. Ни вещей, ни денег. Только на еду, да? Он что, духовной практикой занимается? А? Спортом он занимается. Спортом он, образом? Все силы на спорт отдает. А вы плакали хоть раз перед ним? И ничего не пробивает? Очень многое у меня на душа. И спробовал, ну, прямо как баран, да? И войну, и прямо, и голод, и все, и все. Легкий постал, доползся орешек. Ну, вам надо тогда Богу молиться, у вас нет выхода. Ну, вот так и живите. Я не вижу выхода. Я вижу, что вот Бог вас испытывает. Видно, у вас жадно спекать сердце. Надо так жить. Так бывает, что Бог такую тяжелую судьбу дает. Ничего не сделаешь. Вот я в этой ситуации не знаю выхода. Я вот смотрю на этого человека. Он так устремлен в этот спорт, что он искренне в него верит. И он просто там горит этим спортом, и его никак не отвернешь. Но я вижу, что года через два он отрезвеет. Он начнет думать о работе. У него пройдет этот период. Я вот чувствую так. Знаете, это Бог вам дал испытание для вас, чтобы он на работу нашелся. Это для того, чтобы у вас жадность сжечь в сердце. Другая причина этой ситуации. Не то, что вы думаете, а другая. Вам надо своим сердцем поработать скорее. Живите тем, что Бог дает, и все. Вот так вот. Хорошо? А вы кем учителем работали? Что у вас было? Как специально? Я висклесе была много лет. Потом поняла, что она в жизни не работает. Ваша природа – это учить людей, что-то делать для людей. Ну, вот этим занимайтесь. Ну, и будете счастливы. Сколько времени необходимо кормить ребенка грудью? Когда женщина кормит ребенка грудью, она передает ему силу свою, здоровье, энергию любви, способность терпеть трудности. Она избавляет его от пресса. Когда женщина кормит грудью, ребенок получает от нее защиту психическую, физическую. Когда женщина кормит грудью ребенка, она наполняет его благословениями своими тоже. Поэтому ребенка надо кормить долго грудью. Сколько сможет. В древней культуре до пяти лет детей кормили грудью. Ну, сейчас, наверное, это нереально. Ну, хотя бы год покормите ребенка грудью. Хотя бы год. Это очень благоприятно для ребенка, когда он кормится грудью. Это очень благоприятно. Это древняя культура. То есть ребенок становится сильным, крепким, жизнерадостным и так далее, выносливым. Набирается силы в матери. Женщина при этом теряет силы. Когда она кормит грудью, ей тяжелее жить. Потому что она отдает любовь ребенку. Очень сильно отдает это время. Ей надо больше работать над собой в это время, молиться, кушать. Хорошо тоже, чтобы энергии хватало. Трудно, трудно кормить грудью. Это женщина чувствует в какой-то момент, что ей очень трудно кормить грудью. Она силы теряет. Но ребенок приобретает. Таково служение женщине. Да? А если нет молока? Нету молока. Ну, что сделать? Надо лечиться, значит. Значит, какие-то гормоны не работают, как надо. Ну, это болезнь, значит. Ничего страшного. Кроме молока же тоже можно что-то дать ребенку. У меня до 4 месяцев мать кормила. У меня нормально, все, все хорошо вроде. Не было у нее не то, что молока, у нее не было возможности. Она работала. И не было возможности прокормить. Отец в армии был, она одна кормила меня. И не было возможности меня кормить дальше. Что такое зависть, как с ней бороться? Зависть — это энергия такая, которая разрушает жизнь. Зависть означает, что человеку не хватает отношений с Богом. Он очень сильно хочет материального счастья какого-то. И тот, кто его имеет, возникает зависть. Вот, например, когда мне говорят, Олег Геннадьевич, есть такой доктор классный. И лекции у него хорошие. И методы свои есть лечение. И помогает людям так классно. У меня в сердце возникает, блин, что-то вряд ли. Чувство возникает. Наверное, это какая-то подстала. Мне кажется, что вряд ли может быть такой доктор еще. Это зависть. Чистейшая зависть просто. Также девушка, если, допустим, ей муж скажет, О, я такая девушка красивая. Посмотри. Кто красивая девушка? Это зависть тоже. Когда человек сталкивается с чем-то, что он в себе ценит, и у другого это лучшее, то наступает зависть. Как с ней бороться? Один только способ. Надо служить, начать этому человеку. Если вы кому-то завидуете, сделайте для него что-то хорошее. Пересильте себя. И сразу же зависть пропадет. Поздоровайтесь с ним. Скажите ему хорошие слова. Что я могу для тебя сделать? Подарок ему какой-то дайте. И вам легче, если она сразу. Зависть всегда бывает, когда вы человека не знаете. Да нет с ним близких отношений, тогда возникает зависть. Зависть побеждается с помощью служения близких отношений. Это болезнь, зараза такая, которая действует на сердце. И с ней надо бороться просто. К сожалению, у нас уже нет времени. То есть мы должны 7 часов закончить даже. Так? Время без 5-7, да? И да, вот я хотел представить вам моего друга, соратника, Владимира Борисова. Пожалуйста. Ну, так, наверное, пару часов. Покин, Олег Геннадьевич говорит, что времени нет, но на самом деле у нас вполне достаточно времени для того, чтобы искренне поблагодарить его за этот очередной визит в Новосибирск. Я очень признателен ему за то, что он помогает мне лично развивать этот центр лидической культуры здесь, в Новосибирске. Так же, как это было в Барнауле, рассказывал немножко об этом и вот этот отношение. Был бы справедливым, если бы назвал его стать духовным царапником. Вот и, пожалуйста, давайте поблагодарим коллеги на этот царап. Я единственное надеюсь, что... Спасибо большое. Я вам очень благодарен. Спасибо. Нестеряне надеюсь, что этот визит далеко не последний. Мы еще только начинаем. Вот. И у вас уже больше на лекции ходят людей, чем в Москве. А Москва – это столько миллионов людей, у вас меньше гораздо населения. Мы просто немножко не успели, не с организовались. Была идея кинотеатр Маяковский взять. Но это в следующий раз, там в два раза больше будет место, потому что пойдет все. И я хотел сделать небольшое объявление еще в отношении продолжения нашего общения. У вас есть анкетки. Пожалуйста, заполните их, сдайте их на выходе. Это возможность оповещать вас о всех предстоящих интересных событиях нашего центра. Вот. И найдите минутку, пожалуйста, для этой заполнения и оставьте свои контакты. И маленький, маленький сюрприз, маленькое подношение, подарок для Лега Геннадьевича. Дело в том, что у нас в Новосибирске есть такое особое сообщество, я бы сказал, клуб. Клуб последователей доктора Тарсунова. Вот. Они собираются регулярно, слушают лекции, обсуждают вопросы, как или делятся своим опытом и так далее. Вот. И Виталий Антонов, лидер этого клуба. Вот. И они из организматора нынешних программ. Что-то забыли. Несколько слов. Спасибо большое. Я попрошу участников клуба ВАГО отстаньтесь, пожалуйста, мы займем чуть-чуть всем времени, он будет вам интересного. Ну, давай, давай, две. О, сколько тут? Давай, давай. А все остальные можете по каким-то головой посмотреть, сколько их. Это люди уже начали общаться, встречаться, лекции обсуждать. Я вам тоже рекомендую так поступить. Спасибо вам всем. Я очень благодарен. Да, у нас сейчас на сегодняшний день действуют на постоянной основе два группа. Это группа Монсиерска. Ого. Да, два группа Монсиерска, которые представляют я, Виталий и Елена. Спасибо большое. Спасибо. И куб Монсиерска, который представляет рублей и елена. Да, все правильно. Спасибо. Прежде чем переделать к дажественной части, мы займем вот сначала ваше внимание. Кому вообще интересно, чем мы занимаемся, чем мы так делаем? Отлично. Так, кто из Монсиерска? Кому интересно? Вот сейчас все смотрите на вот эту пару. Давайте. Давайте. Наоборот. Вот сейчас, чтобы не тратить ничего время, достаем быстро могу мне телефон и пишем смс-ку на вот этот номер. Когда я приду смс-ку, они ваше номер принесут в базу рассылки, и после этого вы получите оповещение о ближайшем собрании. Можете так, если не такие протронтые, как в Мерске, мне написали, что она вот так красиво, потому что я сейчас раздам все цифры. А дальше чем-то мне как-то попроще. Вот. Так, что вы записали? Так, его еще не видел. Это важно. Встречаться, общаться, дружить. Важно. Особенно, когда одинокие люди, им трудно создать семью, там, трудно найти работу. У меня в Германии была такая ситуация, мы вот так начали обсуждать вот эти вопросы, и несколько человек нашли работу. А некоторые не были работодатели просто, и были те, кто... И они между собой договорились просто из-за отношений вот эти вот. Что это важно очень в жизни иметь такие отношения. Значит, слева от меня номер Берский, справа у меня есть, там все очень понятно, 8-913, 061-82-50. Вот, это мой номер, у меня зовут Италия. Может, что-то присылать? Спасибо. Присылайте слово да просто, или можете свое имя прислать, или густую смс, мы все обязательно отнесем в паузу рассылки и пригласим в наше следующее собрание. Значит, ну, теперь уже как бы к замечательной части нашего выхода. У нас одна из девушек во благость подготовила замечательное стихотворение для вас, Олег Геннадьевич. Я не знаю, надо ли это сказать. и они вот сейчас его зачитают. Так вот, этот экземпляр вам, пожалуйста, это оригинал, а копию его будут зачитывать. природа в мае засветает, и сердце наше счастье ждет, но счастье из духовных знаний надолго точно не придет. Уж девять месяцев разбудки, как миг единый пронеслись, и снова мы на танцу нового профессора в зале собрались. Уныл за скрипучих лес, но веет благостью внутри, когда о мудрости о вечной учитель с нами говорит. Пока племалый драгоценный нам в этот знание придет, с молитвой, с пожеланием Бога, к счастью, нам милость в области не зайдет. Благодарим духовным городом с родненой худрости и вет. Благодарим и вас сердечно за семинар и ваш доверие. Вы помогаете реально увидеть жизнь в глубину, очистить ум наш и сознание, поднять на новую волну. Зерно посеяно, надежно. Новосибирск всегда вам рад маленькую преданность и вежность для вас дороже всех наградов. ха-ха-ха-ха-ха-ха. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы Ясей. Знаете, еще о традиции мне за ней понравится этот предпосыл что-то спасибо. Мы знаем, что вы любите корову. Ого! Мы решили подарить вам в этом году вот такую замечательную корову. Для нее есть коробочка, мы принесем вам попозже. Пока вот, может, следить. Спасибо вам большое. Это все за суши. Это уже вторая коробочка. Того молодого человека на самом конце, Юра, встань, пожалуйста. Вот Юрий Соловей, который выходил в первый раз, в основном вся эта наша жизнь, вот это, как он нас воодушевляет, здесь Новосибирский гриб. Давайте собирайтесь там. Этот человек начал несколько лет назад создавать группы ВКонтакте, «Закон о счастливой жизни». И сейчас, вот прямо сейчас, эта группа подходит к цифре 200 тысяч человек. И это только одна из тех групп, которые он создал. А есть еще порядка десятка групп, которые имеют цифры такие 60 тысяч человек, 50 тысяч человек, там 40 тысяч человек. Представляете, какое дело он делает? Скромный человек такой. И вот шарики, которые вам разлетаются каждый день, это его энтузиазм. Это он собирает пожертвования на эти шарики, собирает людей, которых лепят, и потом они все вам раздаются. Он верит, что шарики любви спасут мир. Я хотел бы все-таки ваше внимание также опять вновь заострить на Вадиме Борисове, что я считаю, для вас будет очень ценно именно на его лекции сходить. Это очень важно, потому что каждый год мы собираемся вместе, те, кто развивает ведическое знание, это может быть человек 10 в России, и он так же в их числе. Мы собираемся вместе и думаем об этом, но он так же в их числе. Это очень серьезный лидер духовный в нашем обществе. Поэтому, пожалуйста, не упустите возможность, он живет в этом городе, хоть и ездит с лекцией по разным городам. Он, ну, как говорят, нет пророка в своем Отечестве. Придите на его лекцию, послушайте, вы не пожалеете. Спасибо. Так, мы с коровы вместе сейчас будем расстраиваться. Давайте расстраиваться. Также вот ребятки, которые вышли, я им очень признателен и благодарен. На самом деле это единственный способ жить нормально. Вот если у вас нет своей веры, нет культуры какой-то, в которой бы развивались, это значит, что вам надо ходить в этот клуб благости, общаться, дружить и начать свою жизнь внутреннюю. Понимаете? Это в обсуждениях начинается. Сам человек себя не раскачает. Нужна помощь. И там не будет вам ничего навязывать, никакой культуры, ничего. Просто будете общаться, обсуждать лекции. Придет время, и вы выберете свою веру, куда-то в жизни пойдете дальше. И дальше уже ваше, это общение духовное, оно будет продолжаться. Да? Тебе как зовут? Ты хороший мальчик, не? Нет. Это тест такой. Если есть три ответа. Первый ответ, я хороший мальчик, это значит, что ребенок обычный. Второй ответ, нет. Это значит, ребенок склонный к работе над собой. А если ребенок молчит и смотрит, это значит, что у него очень сильный интеллект. Он в дом смотрит. Ты серьезный вопрос задал? Все сели прямо? Давайте потрудимся над своей жизнью немножечко. Этот труд всегда тяжелый в начале, а потом радости. Мы много очень в течение дня занимаемся разными делами, которые нам не сильно в жизни помогают, как оказывается. Когда время приходит, самое главное что-то сделать, то на это сил нет и времени нет обычно. Поэтому давайте вот сейчас соберемся силы свои, время. У нас сейчас сердечный труд должен начаться. Мы должны с сердцем потрудиться своим. Если хотите, если у вас есть своя молитва, можете шепотом молиться в это время. Не так, чтобы сильно кто-то слышал, чтобы не раздражать никого. Можно повторять все вместе «Я желаю всем счастья». Можно громко это делать, достаточно. Надо вспомнить свою святость, свою святыню, свою веру, то, что вам дают силы. Или хотя бы просто захотеть, чтобы это было в вашей жизни, чтобы святость какая-то, чистота в вашей жизни, возвышенность пришла, чтобы вы могли от нее черпать силы и служить ей. Постепенно человек обретает свою веру, когда он идет этим путем. «Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя, надо так настраиваться». А внешне мы повторяем «Я желаю всем счастья», как отношение к святыне, как результат служения. Мы хотим, чтобы все были счастливы. Мы отвлекаемся от себя. Я уже устал думать о себе, устал думать о своем счастье. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». «Я хочу служить, я хочу служить Богу, хочу служить тем, кто несет знания духовные». «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». 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 «Я 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 желаю всем счастья». Я жива всем в счастье. 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 Спасибо. 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 Еще есть вам цветочки. Хорошо, спасибо. Можно получить цветочки. Я вам дам. Вы мне, а я им. Спасибо.